Больше чем полгода нам приходилось обсуждать книгу «Карабах. История контексте конфликта», которую издали азероакадемики в 2014 году и которая является плодом психоисторического воображения Академии наук Азербайджана. Среди авторов этой книги, учитывая, что многие уже умерли, был и ныне здравствующий академический аскяр Фуад Ахундов. Наверняка вы его помните. Так вот, на днях вышел на канале YouTube очередной плод воображения Фуада Ахундова, который он смастерил вкупе с генералом азербайджанского полеинформационной войны Резваном Гусейновым. Примечательно, что авторы не скрывают, что их рассказ в этом фильме не официальная история, не просто история, а альтернативная история. И призывают ознакомиться с ней именно армян. Альтернативная история А какой еще ей быть в Азербайджане-то? 90% гуманитариев Академии науки Азербайджана только и делают, что занимаются альтернативной, а не официальной историей, признанной во всем мире. И такой альтернативной историей занимается не только Азербайджан, но и ряд других молодых государств, молодых народов. Ведь каждый чихуахуа в душе считает себя Синбернаром, а каждая овечка с ужасом смотрит на Гамбра. Впрочем, не будем отвлекаться от зрелища, посмотрим азербайджанское альтернативное кино с предоставленными нам тезисами. Впереди нас ждет масса интересного, которое по ходу просмотра мы с вами будем обсуждать. Регион, в котором расположена современная Армения, является одним из самых сложных полиэтнических регионов на Земле. Здесь порой даже соседние села говорят на разных языках. Это является результатом естественных эволюционных процессов, поскольку через регион веками проходили торговые пути, он был подвержен многочисленным миграционным процессам. И вот нахождение в таком полиэтническом регионе в моноэтнической Армении является фактом изрядовым выходящим. Моноэтничность, скажем, Исландии или Японии, они являются результатами естественных эволюционных процессов, поскольку они окружены с четырех сторон водой. Моноэтничная армения, окруженная с четырех сторон Грузии, Азербайджаном, Турцией и Ираном, то есть странами полиэтническими, явно является изрядовым выходящим фактом. Изрядовым выходящим фактом. Между тем, Армения не одинока в мире своей моноэтничностью. Напомню, что моноэтнической страной можно назвать ту страну, где свыше 95% населения являются представителями одного этноса. В мире, кроме Армении, таковыми являются также Мальта, Албания, Бангладеш, Греция, Дания, Италия, КНДР, Южная Корея, Мадагаскар, Норвегия, Польша, Португалия, Сомали, Япония. Как видите, Армения в моноэтничности не одинока. И море здесь ни при чем. Иначе, как объяснить большую часть креольского населения в таких государствах-островах, как Кабо-Верде, Маврикии, или, например, многонациональные островные государства, Индонезия, страны Карибского бассейна, или Австралия с Новой Зеландией. Они окружены морем, но в отличие от Японии, многонациональны. Что касается неостровных государств, соседствующих, как и Армения, с другими многонациональными государствами, то живым примером являются Греция, Албания и Италия. Тоже моно и тоже неостровные. С Турцией так и вовсе меня авторы фильма, признаться честно, удивили. Это страна, где каждого не турка записывали в Туркии, сейчас записываю. В чем же ее многонациональность? Впрочем, смотрим дальше. Ее мононациональность является результатом спланированной двухвековой политики геноцида и этнических чисток. Причем изгонялись из Армении не только азербайджанцы, но и русские. Вы, наверное, должны знать, что в 1991 году больше всего русских выгнали из Армении. Сегодня это самая мононациональная республика. Везде есть русские и представители других народов, кроме Армении. Учитывая, что фильм снялся на русском языке, значит и предназначался он для русскоязычного потребителя. И не важно, что речь идет об армяно-азербайджанских отношениях. Важно то, что фильм на русском. И, возможно, фильм увидят русский в том числе. Оттого, на всякий случай, в самом начале фильма необходимо и русского зрителя тоже привлечь. Подготовить, так сказать, его психологически, враждебно к армянам. Расположить, если угодно. Чтобы можно было дальше врать. Но авторы картины настолько тупы, что не учли две вещи. Как могла Армения планомерно избавляться от русских и другого нацменьшинства два столетия подряд, если эти два столетия Армения ничего не решала, будучи сначала в составе Российской империи, затем в составе СССР. В Армении сейчас проживают русские, украинцы, евреи, курды, ассирийцы, греки, езиды. А если кто-то и эмигрировал, то в процентном соотношении нисколько не больше тех же армян. И где данные, что в Армении изгоняли русских? Почему авторы не ссылаются ни на что, кроме как на слова Жириновского? В этом случае хочется сказать, что на безрыбье и рак рыба. Раком для автора этого кино послужил Жириновский. Именно раком послужил, иначе не назовешь. Учитывая, что еще до недавнего времени Жириновского в Баку очень даже не воспринимали из-за его критики в адрес азербайджанского народа. Что ж, если вам, Жириновский, уже пример точной информации, то, иншаллах, как говорится, будет так. Над Арцихом будет, и над Араратом будет развиваться армянский флаг. Может, вы хотите узнать, откуда название вашего народа? Самое дурацкое определение я слушал от Жириновского. Послушайте и вы, если он для вас авторитет. Что такое Азербайджан? Я вам на русский язык перевожу. Азер, Хазер Денизи, Каспийское море. Баджа, край. То есть люди, проживающие на берегу Каспийского моря. По-русски, каспийцы. Что, национальность, что ли? Каспийцы, люди, живущие там. Мы говорим, по Волжье. Вот там у нас есть морейцы, там, татары, башкиры. А, в принципе, по Волжье, Вологодчина, Псковщина. Ну, не будем зацикливаться на марионетках и продолжим разговор о фильме. У каждого свое мнение относительно мононациональности Армении. Лично мое мнение таково. В отличие от Баку, который на протяжении последних двух столетий притягивал к себе представителей других народов, в Ереване нет ни нефти, ни газа, ни моря. В Баку люди ездили за длинным рублем. Ездили и оставались. Одни в качестве предпринимателей, другие в качестве рабочих. Природные богатства края притягивали людей даже из дальнего зарубежья. Именно поэтому Баку связан даже с такими именами, как Нансен или Нобель. Именно инородцы сделали Баку таким, какой он есть теперь. Также и Тбилиси. А что Ереван? Зачем ехать издалека и поселяться в Ереване, в Армении, в горной стране, где нет ни нефти, ни газа, ни моря. Да и что там говорить-то о нефти? Пшеницу или лозу вырастет, стоит больших усилий. Ваши предки больше половины Армении оттяпали. Самим армянам остались горы в ее восточной окраине. Вот вам и мононациональная страна. Ибо с такой суровой природой, с таким трудолюбием и упертостью вырастить лозу из камня способны только армяне. Во всяком случае в регионе. Вот вам и ответ о мононациональности. Такая историография, которая преподносится внутри этой моноэтничной Армении, эта историография точно так же конфликтует с историографией окружающих ее стран, да и всего мира. Естественно, армянскому народу преподносится совершенно другая история, обслуживающая эти процессы на армянский лад. Мы, создатели этого фильма, уверены, что армянская общественность имеет право знать правду. И именно поэтому мы решили создать этот фильм для того, чтобы показать армянской общественности альтернативную историю, на которой она имеет полное право. То есть своих овец вырастили, теперь попытаемся обовечить армян. И это пытаются сделать те, у которых нет своих древних и средневековых историографов, своего письма, рукописей античных историографов, которые бы оставили письменные исторические свидетельства. И самое главное, армянская академическая наука, которая не отличается от мировой академической науки. Но, видимо, альтернатива в Азербайджане бьет в голову ключом. Перед вами картина Франца Рубо. Сдача Эреванской крепости. 1 октября 1827 года. Уверен, каждый из вас слышал, как кибероскяры начинают свою историю в Ереване с этой картины. Но что на самом деле? Взятие Еревани произошло в 1827 году. В то время, как художник Франц Алексеевич Рубо появился на свете Божьем в 1856 году. То есть, через 29 лет после взятия города. Ну, а саму картину он написал в 1893 году. То есть, через 66 лет после взятия Еревани. Ссылаться на картину Рубо, как на исторический достоверный источник, то же самое, если ссылаться на картину какого-нибудь современного художника, который решит изобразить события 70-летней давности, например, взятие Берлина советскими войсками 9 мая 1945 года. Известно, что в Ереване до 1827 года насчитывалось 11 армянских церквей, построенные начиная с V века и до XVII века. Однако, на картине Рубо подчеркнуты именно мечети города, построенные в годы персидской оккупации в XVIII веке. Таким образом, художник, описывая события, которые имели место 66 лет назад, и свидетелем которого он сам не был, как бы подчеркивает, что город отбит у персов. Это художественный замысел автора. Как если бы современный художник, изображая взятие Берлина вокруг Рейхстага нарисовал бы нацистскую символику, подчеркивая таким образом, что город отбивают у нацистов, и здесь совершенно не важно, была ли такая символика на стенах Рейхстага или нет. Но ставить знак равно между художественным замыслом и историческим документом может либо человек, не знающий года написания картины и года взятия Ревани русскими войсками, либо человек, умышленно ставящий перед собой цель фальсифицировать историю и факты. Да и где у Рубо в картине обозначено, что Ревань отбивают именно у азербайджанцев? Изображены мечети, и каждый школьник знает, у кого отбивался Ревань. Разумеется, у персов. И вообще, если вы заметили, претендуя на Армению, кипероскяры начинают отчет именно с 17 века. Из воспоминаний декабриста Евдокима Лаченова, принимавшего участие в штурме Ириванской крепости 1827 года. Генерал Красовский подходит к воротам первой стены, приказывает оттворить он ее. Дивизионный обер-аудитор, говоря по-татарски, уговаривает защищающихся, чтобы они, ничего не опасаясь, исполнили повеление. В то время татарами на Кавказе, в том числе и в Ириване, русские называли местных жителей, азербайджанцев. Меня удивляет, что, цитируя исторический документ, авторы фильма не удосужились показать этот документ. Не спорю, в те годы Иривань была населена тюркским племенем Карапапахов, которые заняли город после выселения шахом-аббасом армян вглубь Персии. Дело не в этом. Мне бы просто хотелось, чтобы вы запомнили, как сам автор проговорился, что русские называли азербайджанцев татарами в те годы. Запомните этот момент. Мы к нему еще вернемся. В 1828 году при подписании Туркменчайского мирного договора ханство Северного Азербайджана, в том числе и Ириванское, присоединилось к Российской империи. Армянский католикос уверял генерала Паскевича. Коль скоро ханство Ириванское и Нахчеванское будут заняты нашими войсками, то тотчас явятся тысячи армян из Персии, Турции и даже из Индии со всеми приобретенными богатствами для заселения он их. Так, в истоках 19 века началось массовое переселение армян на Южный Кавказ. И даже после переселения русский генерал Иван Федорович Паскевич констатировал, татары же составляли две трети населения этой провинции. Спустя сто лет на Южном Кавказе будет уже свыше миллиона армянских переселенцев, что кардинально изменит этническую карту региона. Ну, пожили 200 лет и хватит. Шо ж нам, целую страну вам уступать? Почему авторы умолчали, куда делись армяне со своей территории, как только восточная Армения с Ереваном была завоевана и отошла к Персии? В статье ирониста Родионовой говорится, после великого сургуна насильственного переселения армян из Закавказья в центральной области Ирана в стране сложилось своеобразное представление о роли армянской христианской общины в жизни всего иранского общества. В 1603 году Шахом Аббасом были переселены вглубь Персии почти все армянское население Восточной Армении. Вместо них в Восточную Армению стали перебираться тюркские племена шиитского толка, как и сами персы. Все эти годы, что армяне в Восточной Армении находились за пределами исторической своей родины, тюрки плодились и размножались. Все 200 лет до Туркманчайского договора, покуда Российская империя не освободила земли Восточной Армении от персидского владычества. И армяне снова стали возвращаться на свои исконные земли. Вот она, Армения, страна армян, задолго до Шаха Аббаса и тем более задолго до того, как тюрки стали поселяться на ее земле. Скоро она станет частью Византии. В отличие от окружающих ее стран, в Армении нет азербайджанского населения. В отличие от окружающих стран, в Армении нет азербайджанской архитектуры. В отличие от окружающих ее стран, в Армении нет азербайджанских топонимов. И в отличие от окружающих Армению стран, В Армении нет албанских церквей, албанская архитектура. Все они армянизированы и называются армянскими. Любопытная мысль. А откуда в Армении взяться азербайджанской архитектуры? И что это за стиль архитектуры такой? Разве она есть в других странах, эта самая азербайджанская архитектура? Чего ее в Армении искать, если в самом Азербайджане нет азербайджанской архитектуры? Те средневековые мечети, что в Азербайджане построены либо арабами, либо персами и топонимами, не совсем понятно. Чего этим топонимам делать в Армении, если они и в Азербайджане отсутствуют? Весь север Азербайджанской республики кишит кавказоязычными топонимами Удин, Лизгин, Цахуров, Ингелойцев, Аварцев, например, Шамаха, Шаки, Губа, Ялома, Девичи, Хачмас. Весь юг Азербайджана кишит иранскими талышскими топонимами Ленкарань, например, Ланкон, Астара, Джалалабад, Лерик. А те немногие города, что имеют тюркские топонимы в Азербайджане, названы лишь 250-300 лет назад, в Центральном Азербайджане. До переселения армян практически все топонимы были азербайджанскими. После переселения армян начался процесс изменения топонимов на армянские. В результате сегодня в Армении из многих тысяч азербайджанских топонимов осталось всего несколько. Надо заметить, что армяне, вернувшись на историческую родину, не переименовали, а вернули городам, долинам, рекам, озерам их исторические армянские исконные названия. Армяне строили и называли эти города по-армянски, а тюрки 200 лет пожили и переименовали их под свое ухо. Живой пример турок, которые Константинополь превратили в Стамбул, Смирну в Измир, Ангору в Анкару, лишь у кошки название осталось, ангорская кошка, Карим в Эрзрум, Амит, Диарбекир и прочие. Такие города восточной Армении, как Арташат, Артаксата, Ереваныч, Меодин и многие другие известны своими топонимами с древних времен. И на это проливают свет не только исторические документы об этих городах и топонимах, но и все исторические мировые карты. Попробуйте найти хоть один так называемый азербайджанский топоним на территории Армении до 17 века. Не найдете, даже если силу приложите. Я скорее поверю, что Кремль построил азербайджанский архитектор Керим, чем то, что вы найдете какие-то азербайджанские топонимы ранее 17 века на территории современной Армении. До переселения армян в Армении было множество христианских албанских церквей и монастырей, а также других памятников культуры и архитектуры. После переселения армян все они были переданы армянской церкви, которая объявила их частью своего духовного наследия. Мировую науку интересует такая вещь. Откуда в Армении взялись албанские храмы? Если Албания Кавказская, это бывшее соседнее Армении государство, и ни один клочок бывшей албанской земли не расположен на территории современной Армении, давайте заглянем на карты британская.геокрон.ком и посмотрим, когда Албания была на территории нынешней Армении. Не будем исходить из древнего мира, иначе долго придется рассматривать карты. Начнем с первого века рождения Христа. Ведь речь идет о христианских храмах. Итак, Армения, первый век, 77-й год от рождения Христа. Мы четко видим Армению до ее восточных границ вдоль Куры. Албания в Прикаспии не подписана, так как в эти годы кавказские албанские племена не обладали государственным устройством. Армения в начале II века остается без изменений. Ее восточная часть на том же месте, что и сейчас, вместе с Арцахом, Карабахом. И даже больше. Ровно через 10 лет Армения становится частью Рима, ее самой восточной окраиной. Албания как государство пока не обозначена. Армения в III веке также остается римской провинцией. Обратите внимание, восточно-армянские границы четко остаются на месте вплоть до Куры. За Курой и есть албанские земли. Армения в IV веке почти без изменений. Границы те же, сама страна в римской периферии. Армения в V веке ровно через 100 лет становится частью Сосанитской империи нынешнего Ирана. Армения в VI веке снова становится частью Восточной Римской империи и строго вдоль тех границ на востоке с Курой. Обратите внимание, Албания пока и не обозначена как государство. Ее век еще не настал. В начале VII века Армения – провинция Византии, снова до известных нам границ. А вот территория в Прикаспии, именуемая Албанией, взята Сосанитским Ираном. Армения VIII века, как и все Закавказье, становится частью арабского халифата. На карте халифат обозначен зеленым цветом. Армения в IX веке также оставалась, как и весь регион, под арабским абасидским халифатом. Армения в X веке вновь восстанавливает свою государственность на своих же территориях. Кстати, с этого века начинается пик строительства христианских храмов армянской апостольской церкви. Албании на месте Армении, как видим, нет. Армения в XI веке ровно через сто лет становится провинцией Византии. Армения в XII веке захватывается сельджуками. В XIII веке огромная часть Евразии, в том числе и восточная Армения, подпадает под власть монгольских чингизидов. Армения в XIV веке подпадает под власть джелайридов. Далее в регионе появляются тюрки разных мастей, персы, османы и прочие. Армения то восстанавливала государственность, то снова подпадала под чью-нибудь гегемонию, метрополию. Но нигде, никогда Албания Кавказская не была на том месте, где была и есть современная республика Армения. Оттого и храмов ее нет и быть не может на территории Армении. Напротив, Албания Кавказская всегда находилась за курой. Там, где территория нынешней Азербайджанской республики. Так почему азербайджанские горе-академики говорят о сотнях албанских храмах в Армении, в стране, которая первой приняла христианство и первой в регионе стала возводить христианские сооружения, но при этом в самом Азербайджане не наберется и с пятерку албанских храмов? Если мне не изменяет память, их в Азербайджане всего три, или три с половиной даже. Половина это полуразрушенный храм в районе Шамахи. Куда делись албанские храмы? Авторы фильма на протяжении всей своей картины демонстрируют карты с ханствами Персии, сопровождая словами «это исторические территории Азербайджана». При этом никаких доказательств не приводит, что они именно Азербайджаном. Если Азербайджана, то почему Россия с Персией заключала договоры, а не с Азербайджаном? Кроме того, среди этих карт выставляются и самые сдатовские фальшивые карты, где собственной рукой на карты нанесены наименования «Северный» или «Южный Азербайджан». Впрочем, смотрим. Озеро Гёйча теперь называется Сиван. Река Занги – Роздан. Город Эревань – Ереван. Как вы понимаете, называя озеро Гёйча, азербайджанцы имеют в виду то время, когда их предки стали массово поселяться на армянские земли, покуда сами хозяева были переселены шахом вглубь Персии. Опять же, ранее 17 века озеро не называлось Гёйчой. Ранее озеро имело в различные периоды армянские гидронимы. Например, в древности озеро Севан находилось в пределах древнеармянской провинции Сюник и называлось по-армянски «Геламово озеро» – Гегамово-Геламское море или Гегаркуник – Севанга. В древнеармянских источниках озеро Севан называлось также морем. У Мовсеса Хоринацы, армянского автора V века, сохранилось предание об истории происхождения древнего названия озера Гелам – Гегам. Также Севан называют Геродот – Гегамским морем, а персы так и вовсе называли Гаус-Раванга. С правильной транскрипцией – Гаус-Раванга. Что касается реки Раздам, то ее гидроним изначально таким и был. Как сообщают источники, название связано либо с зороастризмом, который распространился в Армении уже в ранней античности, либо независимо от него, как топоним, существовавший в наиболее древних слоях эпической традиции иранцев. В частности, в овесте упоминается озеро Фраздан в Систане, где Виштаспа обучался зороастризму. Название реки впервые встречается у древнеармянских авторов, в частности у Себеуса, в форме Гураздан, и у Мовсеса Хоринацы, в более древней изначальной форме Граздан. Что касается той же Занги, то, во-первых, это армянское второе название реки Занга, которую называли ее жители прибрежных сел и деревень. Во-вторых, Занга, Занги не имеет никакого отношения к азербайджанскому языку. Не только к азербайджанскому языку, но и к тюркскому в частности. Так как на армянском языке, как и в родственных армянскому, индоевропейских, иранских языках, Занг – звонок, звонить, звенеть. Так ее местные жители называли из-за журчания быстро бегущей реки, напоминающей звон. Айреванская крепость – сокровищница азербайджанской архитектуры, выстоявшая несколько веков, была полностью разрушена. Айреванская крепость, которую авторы фильма называют сокровищницей азербайджанской архитектуры, построена османами, а именно губернатором Фархад-Пашой в 1582-1583 годах и стала основой обороны против нападений сифивидов. Крепость несколько раз переходила в руки персов и обратно. В 1604 году захвачена Шахом Аббасом, но затем возвращена под контроль османов. В 1635 году она снова была захвачена сифивидами. Окончательно контроль Персии закрепился в 1639 году с подписанием договора. Что касается самой крепости, почему ее нет, спрос с Россией. Армения стала частью Российской империи. Армения не была независимой, чтобы самовольно рушить неугодные крепости. Впрочем, дальше начинается куда интереснее. Внимание на экран. В одном из последних пропагандистских фильмов об истории Армении и Азербайджана, снятых по заказу Министерства культуры Армении и мэрии Еревана, формулируется один из основных надуманных постулатов. Нет такой единицы, как Азербайджан, к северу от Аракса, к северу от иранского Азербайджана. Подобной исторической единицы никогда не существовало. Эта местность называется Арран. И во всех источниках мы находим его под названием Арран. Азербайджан же находится в низине Аракса. Территория к северу от Аракса называлась Шерван и Дагестан, но никак не Азербайджан. Итак, создатели армянского фильма выбрали трех наших современников, которые тоном, не терпящим возражений, говорят об истории многовековой давности. Со своей стороны, мы решили выбрать также трех персонажей, но исторических. Современников тех самых времен, о которых говорят историки из армянского фильма. Наши персонажи – российские императоры, которые об истории не говорили, а ее вершили. Они-то уж точно знали, какие земли завоевывали и какие государственные документы подписывали с другими державами. Так чьи же земли присоединяла к себе Россия? Архивные документы помогут прояснить и этот вопрос. Их так много, что не хватит и нескольких фильмов. Мы выбрали из них лишь несколько. В начале XVIII века российский самодержец Петр I в рамках своего проекта по выходу России к теплым морям совершает Каспийский поход с целью захвата стратегически важных регионов Кавказа. Однако здесь он столкнулся с серьезным противником в лице османской Турции. В 1724 году в Константинополе был подписан трактат между Великими империями, Россией и Турцией о разделе иранских владений, а именно Азербайджана. В трактате, скрепленном подписями российского резидента Неплюева и османского визиря Ибрагим Паши Обратите внимание, северный и южный Азербайджан на карте не подписан, внесен вручную. Отмечается Езербайджанской провинции со всеми их депенденциями и надлежностями и все города и местечки, подлежащие всей провинции Ереванской, да пребудут под владением высокой порты. Я нашел этот трактат. Не буду говорить, сколько времени мне понадобилось, чтобы найти эти строки в трактате, но времени было убито немало, и трактат найден. Для начала покажем вам стоп-кадр из фильма, где показан этот трактат. Внимательно вглядитесь в этот трактат. Слова, предложения, последовательность этих слов и предложений. А теперь гляньте на подлинник этого трактата. Документ номер 4531 от 12 июня 1724 года. Здесь нет ничего подобного. Трактат намеренно искажен авторами фильма. В трактате мало того, что нет никакого едырби женских земель, так и вовсе о той территории, где нынче Азербайджанская республика говорится как о Шерванской провинции. И о Шерванской провинции упоминается несколько раз. Более того, четко описывается география этой самой Шерванской провинции, которая была отбита у Персии, от Дербента по Прикаспийской низменности до реки Кура. Если кому-то сложно прочитать русский архаичный текст, то для большего понимания предоставляем вам этот же текст из сайта «Руниверс», где он выложен в современной русской грамматике под названием «Из трактата заключенного в Константинополе между российским резидентом Неплюевым и великим визирем Ибрагимом Пашою». Как видите, все слово в слово, из подлинника. Но и этот текст отличается от того, что предоставили нам авторы фильма, где якобы говорится о неком Едербии Жане, северней реки Аракс. Обратите внимание на текст в фильме «О зероученых» и на подлинник. Не нужно обладать острым умом и зрением, чтобы увидеть подделку и оригинал. Что ж, глянем, что происходит далее. Здесь нам впервые показали османский текст договора. В турецкой версии он называется «Стамбульский договор 1724 года». Это оригинал трактата. Он хранится среди османских средневековых документов и до сих пор никому не показывался. И впервые этот документ был представлен нашей съемочной группе. Благо, что я владею и арабской вязью, и турецким языком. Этот трактат, писанный на османском языке, арабской вязью, слово в слово переводит тот самый русский трактат, который мы видели только что. И в нем нет сочетания арабских харфов, которые бы литерировали в совокупности как Адербейджан или Азербайджан или Адарбадаган. Впрочем, сам турок и говорит о разделе османских и персидских землях. «Это был первый в истории мирный трактат между Турцией и Россией. 23 июня 1724 года посол Франции в Стамбуле Маркиз де Бонак, понимая неизбежность войны между Россией и османской Турцией, оказал посредничество в подписании Стамбульского договора, разделившего территории Иранской империи». Думаю, комментарии здесь даже уже излишни. Об азербайджанцах Петр I ни разу в трактате не упомянув. Зато об армянах в сборнике указов российских императоров, как у Петра, так и у других, масса сведений. И везде только положительные, где им даются наделы, разрешения на торговлю и прочее. Смотрим дальше. Единому правителю Азербайджана. Азербайджанский правитель Аббас Мерза. Что ж, заглянем в военный энциклопедический лексикон 1857 года. Находим Аббас Мерзу и читаем. Аббас Мерза – сын последнего персидского шаха Фетхали Шаха. Заглянем мы в Википедию. Аббас Мерза – государственный деятель Ирана. В графе «Гражданство» обозначено «Иран». Впрочем, дальше еще интереснее. Смотрим. Обратимся вновь к документам. История рассудит. В России в 1727 году, во времена правления Петра II, ратифицируется договор между Российской и Османской империями. Где Аракс сливается с Курою, положено быть точно сопредельности российских, турецких и персидских владений. Турецкие же границы, захватив все пространство, заключающееся между Курою и Араксом, то есть весь Адербайджан. И в этом документе территория между Курою и Араксом определена как Адербайджан, то есть Азербайджан. Конечно, русские императоры и дипломаты писали слово «Азербайджан» не так, как принято это сегодня. Однако спутать его с Арменией уж точно не получится. Обратите внимание, авторы фильма что-то пересказали из какого-то документа, но так и не показали сам этот документ. Причем ссылаются не на кого-нибудь, а на ребенка. Дело в том, что в 1727 году Петру II было 11 лет от роду, а в 1730 году, через три года в возрасте 14 лет, Петр II умер от оспы. Азербайджанский кибероскяр мало того, что не показал сам документ от Петра II, так еще и сослался на ребенка. А вот еще один документ. 1799 год. Фрагмент из указа российского императора Павла I. В Адербайджане, области, соседней с портой от Таманской, заключавшей владения, управляемые особыми ханами, как то Генжинским, Эриванским, Хойским, Карабахским, Тебрисским и другими. Как видите, в этом указе отмечается, что Азербайджан является независимой политической единицей, и в его состав в том числе входят Карабахское, Генжинское, Эриванское и другие ханства. Что ж, давайте снова обратимся к тем главам из указов, но только уже к указам Павла I. Опять же, для начала демонстрируем вам сначала фальшивку от авторов кибероскяровского исторического кино. На стоп-кадре показывается дата 16 апреля 1799 год. И речь почему-то о Грузии. Заглядываем в указы Павла I на эту дату. Как ни странно, в этот день был издан только один указ императора о Кронштадте и цензорах. Ничего подобного ни под грифом 16 апреля, ни далее, ничего об Азербайджане нет. Но любопытно, что за день до указанной авторами фильма даты 15 апреля 1799 года указ Павла I об отведении земель по территории Российской империи армянам от Дербента до Крыма и Астрахани. Указ большой и закрашен ною красным цветом. Либо это совпадение, либо кибероскяры намеренно промахнулись. Думаю, совпадение. Итак, три российских императора Петр I, Петр II и Павел I однозначно описывают земли Азербайджана на Кавказе севернее реки Арас и говорят о независимости азербайджанских правителей. Вот так и утешают себя наши соседи с Востока. Утешают тем, что исправляют важные государственные архивные документы в цифре и делают заключение в свою пользу. Если нас смотрит директор Эрмитажа господин Петровский, другие руководители музеев, книгохранилищ, архивариусы, подумайте прежде, чем впустить к себе азербайджанских ученых. Не ровен час, когда в томах этих самых книг страницы пропадут, или строчки перечеркнутыми окажутся, или чернила нечаянно капнут. Будьте уверены, штраф будет оплачен. Причем любой штраф. Азербайджанские ученые любят ссылаться не только на Жириновского, детей, но и на исчезнувшие книги. Например, на эту. В Тифлисе в 1786 году русский дипломат Степан Бурнашов был представителем России при дворе грузинского царя Ираклия II. Бурнашов, объездив весь регион, написал ряд трудов, в том числе и об азербайджанских землях на Кавказе, севернее реки Аракс. В главе «Разделение владений адребижанских» Бурнашов описывает ханство и города Азербайджана. К теперешнему положению тех земель, которые под именем Адребижан, разумеются, начиная с севера прилежит Грузия, то есть царство Кахетинское и Карталинское. Степан Бурнашов особо отмечает независимость некоторых азербайджанских ханов. Адребижанских владельцев разделять должно на самовластных и зависимых. Умы авторов фильма даже не будоражат тот факт, что книга Бурнашова называется «Описание областей азербайджанских в Персии». Обратите внимание, в Персии. Более того, внимание, в ней описываются обычаи и нравы племен Персии. А сама книга потеряна. Учитывая, что авторы кино приводят ее, то стоит намекнуть, кто ее украл, эту книгу. Кстати, как сообщает военная энциклопедия, изданная в начале 20 века в Петербурге, в статье Бурнашов Степан Данилович говорится следующее. В 1778 году, командуя Ширванским полком, он участвовал в завоевании Крыма. Думаю, не стоит объяснять, где этот Ширван, в честь которого назван полк. А теперь, внимание, нарочно не придумаешь. А это американская карта, изданная в Бостоне в тот же период. На ней также указаны территории Азербайджана на Кавказе. Киношники так заврались, что всю территорию южнее Аракса, северо-запад Ирана, назвали Кавказом. Как раз в этой американской карте и указан Азербайджан там, где ему и надлежит быть. Это и есть тот самый настоящий, исторический иранский Азербайджан. Эта территория вовсе не Кавказа, и вовсе не Республики Армения. Они и сейчас, эти два Азербайджана, восточные и западные, Останы, находятся в Иране. И сейчас называются также Азербайджанами. Это и есть земли исторической Армении. Итак, утверждение современных армянских деятелей о том, что севернее Аракса Азербайджана не было, это та основа, на которой предъявляются территориальные претензии к Карабаху. Однако, сохранившиеся исторические документы, записи российских дипломатов, географические карты не оставляют никакого сомнения. С востока, с Грузии, граничили обширные азербайджанские территории. Вот такое заключение после стольких фальшивок и поправок текстов государственной важности. Система 25-го кадра. Главное, создать иллюзию документов. Вовремя подтасовывать или подсовывать нужные карты с надписью «Ханство» и неустанно повторять «Азербайджан, Армении не было, и дело сделано». Но хочется обратить внимание, что авторы этого кино не случайно и осторожно назвали свой проект альтернативной историей. И не обвинили в антинаучности ученые-мужи из других стран за пределами Азербайджана. Ведь под названием «Альтернативная история» легче выкрутиться. И вот почему. Альтернативная история – жанр фантастики, посвященный изображению реальности, которая могла бы быть, если бы история в один из своих переломных моментов пошла по другому пути. Не следует путать данный литературный жанр с альтернативными историческими теориями, которые предлагают считать картину прошлого, изображаемую исторической наукой, частично или целиком ошибочной. Вот как-то так. Азербайджанские ученые не стесняются называть себя альтернативными историками, иначе говоря, фантазерами. И работают примерно так. В том же указе Петра I сказано о дозволении подданным аюки хана калмыкам рубить лес, где они кочуют. И тут же показать современную калмыкию, которая известна своими бесконечными степями, и прокомментировать, мол, Петр позволил рубить лес, а калмыки и рады были, весь лес срубили. И снять вокруг этого фильм для Greenpeace, чтобы наказали калмыков. В рамках наших проектов информационной поддержки армянской общественности мы предлагаем ему альтернативную историю. И в дальнейших сериях нашего фильма мы будем раскрывать истинный смысл навязанных армянской общественности главных постулатов, на которых, как на глиняных ногах, стоит практически вся историография Армении. За армянским зрителям остается право сделать выбор. Придерживаться установок официальной историографии или же обратить внимание на альтернативную информацию. Иначе говоря, уважаемые армяне, за вами решение быть знатоками официальной истории, основанной на древнеармянских, древнегреческих, древнеримских, персидских и других источниках. Или же быть апологетами альтернативной истории, основанной в Академии наук Азербайджана. Последними пользуются все школы и вузы именно Азербайджана. А первыми пользуется большая часть мировой ученой-братьей. Зомби или грамота? Вот ваш выбор. У популярного российского телеведущего Владимира Познера возник вопрос. А как же в твоем Баку замечательном резали армян? Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова